К другим новостям. Школьные уроки выходят за пределы классной комнаты. В гимназии номер 16 презентовали интерактивное образовательное пространство «Исторический холл». В нем ребята совместно с учителями могут проводить нестандартные уроки истории, внеурочные занятия по предмету и тематические мероприятия. Пионерский галстук, советский букварь и школьная форма. Теперь такие вещи стали настоящим раритетом, и увидеть их можно разве что в музее. На четвертом этаже современного здания гимназии «Интерес» появился холл, который переносит в далекое прошлое. Здесь отражена история развития российского образования, начиная с 11 века и до наших времен. Изюминка музея, на которую невозможно не обратить внимание – деревянные ученические парты. Для нас это реликвия теперь. Для нас это родное. У меня сразу все в голове прокручивается. Все эти школьные годы. Все связано именно с такой мебелью. Такой необыкновенный исторический уголок появился в гимназии по инициативе учеников старших классов. Теперь здесь будут проводить тематические занятия. Кстати, первый открытый урок прошел с необычными учениками. За одну советскую парту сели глава округа Владимир Ужицкий и депутат Государственной думы Лидия Антонова. Одноклассниками почетных гостей стали областные депутаты, сотрудники местной администрации, а также народные избранники Люберец. Учитель истории по очереди вызывал их к доске. В гимназии интерес всегда интересный. И с интересом наблюдаешь то, что происходит. Поэтому все, что здесь организовано, это интересно, это креативно, это такой хороший творческий подход, это доставляет удовольствие. За ответы у доски оценки ставили одноклассники, как положено в 16-й гимназии по десятибальной системе. После Владимира Ужицкого учитель решил проверить знания Лидии Антоновой. Задание непростое – рассказать об этапах развития образования в Люберецком крае. Гимназия наша в Малаховке – это уникальная гимназия. Она одна из первых вела совместное обучение девочек и мальчиков. В те времена, хотя еще после войны, в 40-е годы, мы знаем из истории, мальчики и девочки учились раздельно еще. То есть это все как-то… Люберецкий район всегда был право-фланговый в плане развития новых технологий. В своем выступлении Лидия Антонова выразила пожелание, чтобы этот музей стал точкой роста будущих учителей со всего Подмосковья и России. Безупречный ответ депутата Госдумы оценили в 10 баллов. После урока воспитанники гимназии провели познавательную экскурсию. Почетным гостям предложили на миг окунуться в детство и вспомнить, как завязывается пионерский галстук. Луиза Игязыря, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.